Интересные фотки у вас. Да, у меня очень интересные. Малахов курган. Это сейчас там есть. Видим, как пусто. Еще пусто. Идеев еще нет. У меня есть фотография, это снято летчиком. Там же летчиком, воевавшим в небе, Севастополя. Памятные парские летчики. Там даже части. Справа такая большая плита лежит. И там перечислены воинские части и полки. А вот так возле Молочарского украшали. Это какой? Это 57-58. По-моему шар есть, но без верхнего этого. Вот это все было. По-моему шар есть, но без верхнего этого. По-моему шар есть, но без этого верхнего этого. Вот кинотеатр Украины построили. Да, кинотеатр Украины. Какие интересные фотографии. Да. Выход на Большую морскую смотришь. И троллейбусы еще техники. Да, да, да. Ой, такие хорошие фотографии. Вся окошечка так поднимает. Круглые, такие мухадочки. Все старались локоть сюда положить. Конечно. Ой, годы молодые. А это вот из Голландии фотография. Вид из Голландии. Вот видите, какой город был еще после войны. Жалко, что маленький. Но попробую его увеличить, чтобы получится. Я не понимаю. У папы все такие фотографии миленькие. Почему он так? Я говорю, почему он так делает? Это 6 на 9 называется. Много было. Значит, рассказываю. Это у него фотоаппарат был пленочный, широкий. Как раз 6 на 9. Видите? Он прям пленку прикладывает и идет контактную фотографию делает. Это так и есть. Вот они все у него такие. Много-много видов этих. Это они широкопленочный фотоаппарат. Здесь должно быть хорошее качество по разрешению и сервиспособности. Посмотрим. Ну, возьмите, посмотрите. Обязательно посмотрите. А это тоже в Голландии. Вот еще. Видите, машина какая. Да. Папа с гормышкой. С баяном. В 4 утра вставал и тренировался играть на баяне. Николай Филимонов, завидуй. У нас голландская фотография из Голландии. Он просил. Ну, и эта вот лестница. Начальная самая лестница. Тоже голландская, да? Там такая большая лица есть. Я знаю, самая низкая. Сейчас она проходит через подземный переход. Там проходит даже через дорогу. Вот футбольная или волейбольная команда. Судя по мячу, это волейбольная команда. Судя по волейбольную команду. Это баскетбольная, а не волейбольная. А, да. Баскетбольная. Но зато вид какой. Какие носки, какие резинки, какие... А где цвета? Я не знаю. Коля, Филимонов. Меня все время спрашивают. Где? Я говорю, папа не сказал. Я говорю, как-то маленькая была, не спросила. Что-то на прибег не похоже. Нет. Это где-то в Голландии. Скорее всего. Потому что дома высокие стоят. Двухэтажный дом стоит. Вот это скорее всего где-то. А вот такой дом, по-моему, я в одном месте видел. Надо было посмотреть. Свои съемки. Он... Вот с ним надо. Он определил где-то, вроде, примерное место, где это снималось. И что это был за матч. Я говорю, откуда я знаю. Товарищеский, конечно. Он же был тут совсем молодым. Меня еще не было. И в проекте не было. В проекте даже, да. Но из Голландии, он когда служил в Голландии, он к маме ходил в Аполлонов. На... Самого кубира? Нет. Нет? Дускали? Пешком ходил туда на танцплощадку. Любовь. Ты что сделаешь? Нам расстояние нипочем. Да, да, да. Ну, это гарнизон. Это гарнизон. Вот первый дос, колонка, сарай. И вот там все. Вот так наши дети добывали воду. Где-то 57-58 годы. Вот так начинала жизнь. Первый дос. И вот это после первого доса, вот напротив, мы жили во втором подъезде, вот этот абрикос сажал папа. И вот эту вишню, помню, поливай. Поливай, да. Ага. Вот это вот здесь мы. Первый дос. Ну и голубей, конечно, было в гарнизоне. Очень много. Шестаковы жили во первом подъезде. Первого доса. У них мальчишка Толик. Он учился, по-моему, тогда в седьмом классе, в шестом. Вот у него была голубятня. Он гонял голубей. А потом, где кинотеатр обвалился, там тоже была голубятня у новоторцева. Ну, сейчас в гарнизоне осталась одна голубятня. Это у Витера Михайловича шили. Ну, вот модного вот это голубей. И голубей была тьма. Но всех кормили. Всем хватало, да? Всем хватало. Да. Бельё, если в дождь идёт, бельё сушили на чердаке. Там тихо шли. Единственное, что голубей и сушили. Дырки задерживаются, не летают туда. А так ничего. А это вот наша команда, как говорится, дворовая первого доса. Первый дос. Да. Вот стоит Люся Рузанова, Раиса Фёдоровна, старшая дочь. Она приезжала, кстати, на 90 лет. И Лена, её младшая дочь, тоже приезжала. Это самый задний ряд, получается? Люся стоит с мальчиком, да? Люся, это Толик Шестаков. А Толик Шестаков самый высокий стоит. Да. Это вот Лена Рузанова. Ниже Люся, это Лена Рузанова. Да, это я. Это я. А вы в Панамочке беленькая, да? А здесь я вот помню только Сашку Жукову. Почему не помню хорошо? Он всё время меня убил. А-а-а. В любви признавался там. Бил меня. Это бьёт, значит любит. Помните выражение, да? Он любит, наверное. Да, это так и было. Папа всегда говорил, да что ж ты терпишь, ты толкни его. Папа был научить неким бурьёрам. Мальчик. Ну, он вот такой был. А у него бабушка была, у неё голоса не было, она шепотом. Но она тогда кричала шепотом, мурашки по коже, все боялись её. И она только так, Сашка! Всё. Он как Шестаков. Вот эта команда у нас была, у велосипеда. У неё побольше велосипеда, у неё маленький. Но почему-то все покатались на моём и принесли, как в фильме Серёжа. Да. Разломанные. Руль отдельно, колёса отдельно. Папа посмотрел, говорит, ну что, покатались. Испытание прошло. А ты чего? А я говорю, не успела покататься. Вот это вот в первом ДОСе. Папа восстановил и вы опять катались? Восстановил, катались. Ну, как-то я не особо потом... Да, история первого ДОСа. Первый, второй, третий с них начиналось всё. А вот сидит вот этот мужчина, это Рузанов, дядя Володя Рузанов. Это возле подъезда он сидит? Возле своего подъезда. Они жили вот в этих камнях. Ну, это вот за первым ДОСом была горка. Её потом как-то счесали, да. И там между горой, вот эта фотография, где офицеры стоят после парада, вот между горой туда был спуск. Спуск был жутко крутой. Это солдатский спуск называется, да? Солдатский спуск, солдатский пляж называли. А с горки вот это вот накатались. Как не рассказывали, что каждый год это солдатский спуск, трактором ровняли туда-сюда. Ровняли, и всё равно где-то обваливалось, и всё равно по тропинкам там спускались. Ну, спускались же, ничего, вроде как. Я ещё застал этот спуск, правда уже там машинами не проехать было, но так можно было спуститься нормально. А потом там застроили, там нарастили. Там застроили, это страшное дело. Вот она так издали, слепили. Даже снег бывает в Любеновке дополнительно. Снег был хороший. Даже папа делал самки деревянные такие. Мы на них катались, ничего так. У нас в семье, как только снег выпадал здесь в Любеновке, мы одевали сразу шубы свои, все остальные выходили сниматься на берег моря. У нас снег. У нас есть снег. Поэтому мы каждый год можем сказать, когда выпадал снег. Да, 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 да. Вот это вот в детстве мы катались. И вот это, ну это мы видели эту фотографию. Это штаб. А, да, да, да. Здесь вот эта дорога, ещё молодые совсем деревца. И мама тащит эти санки. Это как раз получается в этой котельной новой стоит. То есть котельная стоит. Ну да, теперь там. В этом месте с котельной стоит. Я вот прошлась, сегодня приехали пораньше. Прошлась, посмотрела. Думаю. Вот как раз получается. Там был магазин, а теперь магазин. Вот как раз получается эта дорога пошла в штаб, да? Вот здесь вот подъем сюда пошел влево. И вот к этим туда пошел. А тут котельная будет. И вот с этого подъема мы катались прямо туда. Но там машины не ездили. Это сейчас тут невозможно. Да, да, да. Сейчас тут не только оправить. Тут же пойти уже невозможно. А это вот возле речки какие-то были огороды от совхоза. А здесь заросли речки. Ну и, конечно, что-то порядок. То есть совхоз у нас есть с правой стороны получается? Вот это здесь, да. Я не понимаю вообще действительно. Применение сделали. Ее взяли, вырубили эти все посадки и посадили сад там. Да. Сад очень тяжело приживался, очень тяжело приживался. А речка начинает милеть. Вот она, наверное, не зря была там уросла и все. Вы знаете, когда вмешаешься в природу, мы всегда потом не ожидаем, что она нам отдаст назад. Она потом стит хорошо. Она потом стит хорошо. Ну это вот видите, вот он магазин. Сейчас там застроено. Там церковь какая-то строится. Ну, ДОС. Четвертый. Четвертый ДОС. Четвертый ДОС, да. Четвертый ДОС, да. А это возле Одиннадцатого ДОС самого. Как раз где Виноградово и Лёвино жили. Единственное, что там осталось из старого, так это немножко зарослей Айвы, где все дети вот гарнизона, они играли в казаки-разбойники там. Там был штаб у нас, где заросли Айвы. Я там стояла на посту. Вот видите. Мы тоже играли в войнушку, штаб играли. В войнушку, штаб. Мальчишки старшие сказали, вот стой, охраняй. И я встала. Я стояла. И уже темно. И отец меня бегает ищет. Хорошо пацаны сказали. Дядя Дима. А она там на посту стоит. На каком посту? Прибежал, говорит. Звание видишь? Ага. Пачу уже. Снимает посту. Я, говорит, разрешаю покинуть пост. Все. Игра закончилась. Все, может идти. И я со спокойной совестью пошла. Все поустал. А так стояла до последнего. У всех детей военных одни и те же игры, понимаете? Одни и те же, да. Но обо что играть было? В лапту играли, нет? Играли. Играли, да? Играли, в лапту играли. А в ромбике у нас по-другому называется? Когда вот две команды и у каждой бумажки написано количество баллов, допустим. Это я не помню. И вот там бегаешь друг к другу, раз и... Типа догонялки, называется. Играли в штандр, играли в лапту. Обязательно лапта. Казаки-разбойники это святое. А лапту круговую играли или общей компанией? Вот так играли. Две команды, да. А, две команды. А, ну значит, все, большую играли. Еще есть круговая лапта. А играли, место было между седьмым досом и восьмым досом. Вот как раз вот кинотеатр стоял. Здесь была ровная площадка. Свобода. Никаких построек. Никаких заросов. Огородов тогда не было. Это уже при Васюкове. Он разрешил распахать вот этот обрыв. И люди заняли там, посадили деревья. Он сказал, пусть сажают, потому что зелень будет в карнизоне. Он никогда не препятствовал этому. Единственное, чему он препятствовал, Васюков, это тому, чтобы шли в этих купальниках или в трусах в магазинах. Да, он нас сейчас так будет везде. Идут. Я сегодня увидела, я думаю, боже мой, какой кошмар. Ну он их отлавливал, патруль забирал и в казан. Полы мыли. Да, да, да. Ну что сделать? Один раз помыли, а потом... Сейчас городок открытый, а другая видна стала. Потом страшно. Потом даже страшно. Они только видели, сразу одевались. Я говорю, ты мыла, полы? Я сразу слышала. Ты мыла, полы? А я мыла. Их никогда не вымешь, потому что цемент полы. Ну да. Все время грязно. Да, да, да. Да. Вот это третий дос, видно. Вот это Мосин. А это вся семья. А тут же варианты, да. Ну вот Мосин, это Мосин. Вот это повороток десятого доса с балкона. Вот это повороток десятого доса с балкона вид. Вот на вот эту часть. Тут еще, видите, стена. Да, попробую вытянуть его. Это еще стена. А вот это вот повороток. То есть дорога и туда вниз, и там. Вот здесь, а вон она, автобус стоит. Попробуем ее вытянуть немножко. Ну как автобусик стоит. А здесь автобус видно. То есть получается, как раз наша площадка перед входом. Да, вот. Ну это тоже из гаража вид. Седьмой дос, здесь восьмой. Две гаража. Туле отбитого. Да. Чтобы водой не вздекало. Да, это папа строил гараж сам. Дядя Войну помогал. Ну это восьмой дос. Вот сейчас там, конечно, ничего не узнаешь. Да. Восьмой дос у нас. В семидесятом году. Надо бы тут с этой точки снять эти дома. Да. А это перед десятом досом забор такой стоял. Там площадка была детская. Потому что на первом этаже был детский сад. Да-да-да. Рассказывай, что детский сад там был. Детский сад был. И вот. Сына своего моего посадилась. Попробовала. В колоссе. И поместился. Ну что еще? Ну вот еще такая вот фотография. Видите? Это видно магазин с первого доса. Дети там вот. Вот дорога идет. Сейчас тут все застроено. А тут вот угол четвертого доса. Да. А это... Это свадьба. Это уже пятиэтажка. Да. Это уже была построена пятиэтажка и свадьба. Вот здесь почта. А здесь... А здесь перекрыли дорогу. Это 43. Там уже ехала свадьба. Надо же было взять с ней. Ну да. Оброк брать с ней. Да. Выкуп уже невесты. Выкуп. Понятно. За невесту надо было платье. Ну, в принципе, вот так вот. Это все, что касается гарнизона. А это вот просто... Это квадрат мой. В девятом классе. Совсем молодой. Да. 45-й. В девятый класс. Это после экзамена я сдали. После литературы. Это первый ряд справа получается, да? Он... А это его друг Михаил. Вот это весь класс. И ты всего этого с такого ученика выписали? В Спецевке. Из Ставропольского края. Это было столько учеников было в 45 классах. Да. Хорошо еще так. Теперь поехали. У меня мать семь классов закончила. Потом доучивалась уже. Моя тоже так же заканчивала. Семь классов. И потом она вот здесь, у Раисы Федоровны, у Пищугиной, у Назаровой Ольги Афанасьевны. Она училась. У них десятый класс закончилась. Очень тяжело было. Потому что эту программу все надо было выучить. Девятый и десятый класс. Она два года ходила. Занималась. Я помню, как она готовилась. Это был каша. Особенно физика. Папа ей объяснял. Я ее проверяла. А математики она, например, решить не может. Мы вместе решаем. Это знаете, есть такой анекдот при преподавателе математики. Говорит, я им пять раз рассказываю теорему Пифагора. Уже и я понял, как она делала работу. А они не поняли. Но ей было тяжело, потому что перерыв 7 классов и сразу уже десятый. Тяжело. Она работала рано. Времена такие были. А эта фотография, это вот в Ставрополье. Мама и папа приезжали в отпуск. Матери папиной. И вот этот Михаил, он с женой ушел в гости. Он был в отряде космонавтом. Да? Да. Но по состоянию здоровья, что-то у него подкачало. Он говорит, я не жалею, что у него. Я не жалею, что виделся с этими людьми, работал с ними. У нас был набор космонавтов тоже, в 78-м, я не помню. В 78-м, 79-м. Нас некоторые попытались поехать туда. Пошли медкомиссию. И заключили след на работу вообще. Да, вот он тоже. Он после этого, после этого, оттуда наверху уже списался. Мы уже имея некоторый опыт, мы отказались от набора. А потому, что вы знаете, даже Киришкова как-то вот рассказывала в своих этих воспоминаниях. Она говорила, что первых космонавтов, вот этот первый отряд, их же дрессировали там хуже животных. Здоровье отбирали идеально. Здоровье отбирали идеально. Нагрузки давали такие, которые совершенно не нужны были. Они превышали в несколько раз. Ну а кто знал, что будет им в космосе? Никто ничего не знал. Это же Киро Открыватель. Поэтому у него здоровье там вот и подорвалось. И он говорит, я в один прекрасный момент, меня проверили, сказали, что даже не так. Да, да, да. Вот такой у нас тоже ребята. Некоторые поехали и с этой работы закончилась. Вот у меня есть такая фотография. Поэтому мы не стали рисковать. Папина мама, это его второй муж, он инвалид войны. Ну вот это я исполнила. Применила фотографию в бессмертном полку. Несколько лет ходила. Это мама и второй муж. Второй муж. Степаныч. А первый муж погибли? Первый муж. Вот сейчас я вам скажу. Вот первый муж. Вот там проходил. Служба. Вот он. По центру. Афанасенко Андрей Иванович. Съемка до войны. Да. А вот это единственная фотография во время до войны. Вот. Вот он сидит. В первом ряду. В первом ряду справа. В первом ряду справа. Это во время войны, да? Во время войны он пропал без вести. А-а-а. Это съемка, видимо, в 41-м году. Ну где-то... Да, начало боевых действий, можно, да. Потому что Ставрополь освободили в 43-м. Они в 43-м получили похоронку, не похоронку, а извещение о том, что список. У нас даже в полку много пропавших без вести. Потом, кстати, у нас несколько человек уже нашли. Ну, она ждала его вообще до конца войны. После войны пришел его друг, односечательный. И сказал, не жди, потому что я видел, что упала бомба в телегу. Он его погрузил на телегу Раненого. Это было под Ростовом-на-Дону. Было авианолёт. Очень тяжелые были бои там. И я, говорит, Раненого его погрузила. Тогда пошел авианолёт. У него все. Телеги нет. И его нет никому. Понятно. То есть прямым попаданием... А документы? Пропавшие здесь. Да. Вот такая вот. И вот еще. Старый, старый. 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 Это по маминой линии. Вот это моя бабушка-мамина мама. Затёртая. Очень плохо. Это её отец. Это отец вашей мамы. Получается у вас... Это дед. Подождите. Прадед. Это его дед, её дед. Значит ваш прадед. Прадед. Он служил на крейсере Очаков со Шмёта. И в 1905 году их Петропавлов, патросов, которые остались в живых, осудили на катар. Катарши не работали. А бабушка, она была неграмотная жена. Она ездила к нему. Ведь ездила к нему вот такой интересный факт. На Колоточне собрал деньги с жителями с соседями. То сколько может. Ей на билет, купи на прошение от царю, чтобы его освободили. Поскольку у них были дети. Многие у них умирали, а вот это все, которые остались. Да, вот бабушка, сестра Тася, сестра Валя. И маленький родился брат Аскарика. А это старший брат Василий. Так вот Аскарика, гвардейцы застрелили Петербург. Когда нашла конь, отцовалась. Да. Аскарика? Пойду. Да, жили они под Малаховым и Курганом, но в одном раз бомбило. Немцы, ну как, все сгорело, а то, что осталось, потом погреждено. А был еще альбом, но немцы отобрались. К сожалению, много погибло во время войны. Очень много. Немцы от информации погибло. Вот. А это вот где-то в Севастополе. Где? Вот поэтому можно найти. Это старая фотография, я не знаю. Надо посмотреть. С мамой здесь год. Значит, здесь вот видите, 31 год. Значит, я здесь там. Это вот ее отец. Будем смотреть по фотографиям в Севастополе, где такая вот в Амазон такой стоит. Где-то стоял. Ну, это, скорее всего, где-то на корабле. Ну, посмотрите, где-то находился. Муж был на подплаве сложен. Бабушке. Маме надеться. Он был разбирателем. Маме надеться. Я ее сила. Это ма. Его сестры, его брат. Брата. Все ранние, да? Ранние. Была многодетная семья. И его брат погиб. Дед умер от болезни. болезни, гангрена обеих ног, что-то случилось, на лодке, уронил что-то на ногу, началась гангрена, без обеих ног, он в 36-м году, а брат его младший, плохо лечили у нас тогда, да, ну тогда не могли лечить, да, к сожалению, он ездил в санаторий, где-то была у нас, есть в этом домофтография его, он в санатории был, а младший брат его погиб во время войны, в 45-м году под первым. Спасибо вам огромное.